Всем привет! В современном мире порой не ясно, чему верить, а чему нет. Погони за рейтингами, желтая пресса и ложная информация заполонили телевидение и интернет. Если же вам нужны реальные факты и подробности без прикрас из жизни ваших любимых звезд, то прямо сейчас вы смотрите Newsbox на Russian Music Box. Больше никаких нервов! Что случилось с победителями первой реальной премии Music Box? У кого из дизайнеров модели говорящие? Об этом и не только узнаете в Newsbox прямо сейчас. У группы Nerva много поклонников по всей стране. Они победители первой реальной премии, но почему же группа больше не будет существовать? Съемочная группа Newsbox побывала на последнем концерте нервов, чтобы во всем разобраться. Пиар или не пиар? Вот в чем вопрос. Группа Nerva провела свой последний концерт в Москве. Участники решили подвести черту в своем творчестве и взять тайм-аут. Что же все это значит? К сожалению, Nerva интервью не давали. Так что оставалось только гадать. Симфира тоже лет 10 назад говорила, что у нее последний концерт, а потом был еще раз последний, еще раз последний. И вот год назад... Это самое, что с Аллой Пугачевой. Она давно ушла со сцены, но она еще с нами. Просто, может, в какую-то сторону пиар, потому что сейчас все сразу... Воу, последний концерт, бегом, бегом, вот что, надо это видеть. Но все же были и те, кто не по-детски расстроился из-за угрожающей фразы «Последний концерт». Да, конечно, расстроена. Я, если честно, плакала. Ну, мама меня успокаивала. Но я говорю, мам, ну ничего страшного, они же живы, здоровы, мы еще увидимся с ними. Большинство поклонников все же верили в лучшее и в то, что увидятся с нервами еще не раз. Просто ребята идут дальше, и их творчество меняется вместе с ними. Так что, чтобы они просто так распались и все. Да, и ушли. Это не может такого быть, столько, ну, слушателей не могут так уйти и кидануть, да. Ребята всегда постарели, и у них уже немножко шансоновый репертуар скоро поет. Ну, может быть, стиль у них изменится, может быть, они будут вот петь песню, как Филипп Киркоров поет. Вот такие вот душевные, вот это снег, вот это душа, ну, вот они же такие душевные ребята. Пока душевные ребята воздерживаются от таких экспериментов. И на концерте никакого шансона замечено не было. У меня нет силы и терпения, силы и терпения, силы и терпения. Ведь слушатели полюбили их такими, какие они есть. А вот готовы ли они принять любые творческие изменения группы «Нервы» — еще большой вопрос. Впрочем, что будет с группой дальше, пока неизвестно. Так что, ребята, ждем ваших официальных заявлений и комментариев. А то фантазия слушателей может разыграться не на шутку. Этого все ждали, но не верили, что когда-нибудь произойдет. Однако мечты сбываются. 17 мая впервые в Москве выступит Джастин Тимберлейк. В спортивном комплексе «Олимпийский» пройдет его сольный концерт в рамках мирового тура «The 2020 Experience». Не пропустите первый и единственный концерт самого влиятельного и востребованного исполнителя современной поп-музыки. Первые в Москве. Джастин Тимберлейк. 17 мая. «Олимпийский». Грандиозный концерт в рамках мирового тура. Билеты 730-730-0. Привычные стереотипы о том, что модель умеет только красиво ходить, пора ломать. Что и сделала на одном из своих показов дизайнер Антонина Шиповалова. Она разрешила моделям говорить прямо с подиума. О чем же сумели поведать красавицы и куда отправили отдыхать Антура Пирожкова, узнаете прямо сейчас. Кто сказал, что модели – это немые куклы, расхаживающие по подиуму? Может, у каких-то дизайнеров оно и так, но только не у Тони Шиповаловой. Ломая все стереотипы, на показе очередной своей коллекции она устроила премию «Модели решают». Красавицам, наконец, дали право голоса, и они выбрали лучшего дизайнера, диджея, фотографа, стилиста, модель и артиста. Долго развязывали им язык. Надеюсь, что сегодня действительно они будут в голосе и расскажут нам все, о чем они думают. Думали во время того, как шагали по подиуму. Никто ж не знает об этом. Сегодня мы вручаем премию, и эта премия, она как бы высмеивает все вот эти вот награждения, которые, в принципе, отчасти, по большому счету, платные. Неизвестно, кто спонсировал эту премию, но победителям достались солидные призы. Почувствовав вкус власти, модели еще в начале церемонии, прямо со сцены отправили своего соведущего в отпуск. Они вручили Артуру Пирожкову тур на Мальдивы за победу в номинации «Лучший артист». Я никуда не езжу. Я не езжу вообще отдыхать. У меня есть солярий. Я просто... Я загораю. А потом своим друзьям рассказываю, что я ездил на Мальдивы или в Турцию. Это же так вредно, Артур. Благо, заботливые организаторы премии вовремя вытащили шоумена из-под ламп. Угодили не только Артуру. Подарки были подобраны подозрительно персонально, как будто победители были известны заранее. Но если это даже так и есть, то ничего страшного, ведь модели сами говорили, что хотят высмеять подобные награждения. Самое главное, что мне подарили велосипед. Все знают, что я фанат велосипедов. У меня их несколько. И теперь у меня есть еще один очень красивый, модный, дорогой велосипед. И, в общем, я теперь являюсь обладателем. В тот вечер все получили по заслугам от моделей. Оказалось, что красотки и продефилировать могут, и остроумием блеснуть при необходимости. Самых лучших из лучших выбрали, да еще и новую коллекцию представили. Так что можно смело сказать, что эксперимент Тони удался. На сегодня это все. Кстати, не забывайте про наши официальные группы ВКонтакте и на Фейсбуке, где вы можете посмотреть все прошедшие выпуски Ньюсбокс и не только. А также подписывайтесь на официальный инстаграм телеканала Russian Music Box. Там вы всегда сможете найти немало интересных подробностей и жизнелюбимых артистов. С вами был Рома Кеннеда, и я говорю вам о Ривидерте. Редактор субтитров А.Семкин